Недовольные ходом расследования жестокого убийства их дочерей, закрытостью проводимого следствия, матери погибших Екатеринбуржина Ксении Салтановой и Натальи Кузнецовой обратились к екатеринбуржцам с просьбой помочь им провести собственное расследование этого громкого преступления. Речь идет об убийстве двух девушек, совершенном 25 августа на склоне горы Уктус в Уральской столице. Мы хотим, чтобы жители города, кто что-либо видел или слышал, может быть, когда они находились на горе Уктус и видели подозрительного человека, одетого или в спортивного телосложения, одетого, может быть, как грибник, может быть, спортивный костюм или что-то вызвало в его одежде, то есть у него был рюкзак сзади, ну или, может быть, там такое как бы оборудование под оружие, ну что-то было необычное в его одежде или в облике его, или вел он себя как-то странно, ну, может быть, необычно, разглядывал местность, потому что убийца, который убил наших дочерей, он эту местность очень хорошо изучил, знал, где находится камера видеонаблюдения. Расстреляв наших дочерей, он в первую очередь расстрелял и нас, но мы найдем в себе силы найти его, достать его, чтобы, если он в тот момент чувствовал себя героем, но я хочу сказать, что он не герой нашего времени, не герой. Герои так не поступают, это просто трус, либо как трусливое, трусливое, недолюбленное существо своими родителями. О расследовании этого преступления продолжается три месяца, однако, по словам матерей, за это время сыщикам, а в следственную группу были приглашены даже специалисты из Москвы, из главного управления СКР, не удалось не только найти злодея, но даже установить тип оружия, из которого были убиты Ксения и Наталья. Недавно женщины были приглашены в СКР, где ознакомились с результатами нескольких проведенных экспертиз, из которых Татьяна и Алина узнали, что всего в их девочек было выпущено 8 пуль, 7 из которых были позже извлечены из их черепных коробок. Исходя из полученных сведений, женщины предположили, что их дочери стали жертвой опытного стрелка, сумевшего выпустить в свои цели полную пистолетную обойму. Возможно, бывшего или действующего силовика или ветерана военных действий. Отдавая себе отчет в опасности начинаемого ими расследования, женщины, тем не менее, высказывают решимость. Мы не погибнем, пусть он не надеется. Мы его все-таки надеемся, что его найдут. И, я думаю, возмездие восторжествует. И он пожалеет тот день, когда он все-таки совершил это. А силы мы находим, как вам сказать, мы же мамы, поэтому они, видимо, нам помогают с того света, чтобы мы все-таки добились. Если ты меня видишь, слышишь, что ты не только нас расстрелял, ты, во-первых, и расстрелял свою мать, которая дала тебе жизнь, такому существу, как ты. И если в тебе есть силы, и если в тебе есть мужество, то я тебя призываю прийти с явкой с повинной и сказать, почему ты это сделал. Либо объяснить нам, родителям, за что ты так сделал. Я хочу, чтобы все твое семейство горело в аду. И пока бьются наши материнские сердца, знай, что мы тебя достанем. И если даже будет стоить нам это жизни. Ранее мать погибшей Ксении Салтановой Алина Васильевна в интервью та ужаловалась, что следователи не имеют ни списка подозреваемых в этом преступлении, ни даже возможного мотива убийства. И в то же время отказываются изучать версии, предлагаемые женщиной. Так, по словам матери, ее дочь в течение нескольких месяцев до своей гибели находилась в постоянной переписке с силовиками, принуждая тех начать поиск ее угнанной машины. 8 ноября прошлого года от парка Павлика Морозова в Екатеринбурге была угнана ее серая Мазда-3. Это произошло всего в нескольких сотнях метров от отдела полиции номер 7. Однако Ксении, похоже, так и не удалось заставить сыщиков начать поиск преступников. Девушка пыталась самостоятельно искать машину через соцсети, а в Инстаграме оставила пост следующего содержания. Совсем недавно по моей внутренней стране ходили единорожки, а сейчас круг моего общения стал состоять из слишком большого количества людей в погонах. Но знаете что? Я верю, что справедливость есть, безнаказанным ничего не останется. А пока законы кармы не настигли нехороших людей, побалую себя воспоминаниями. Последнее свое требование – ознакомить ее с ходом проводимых оперативно-розыскных мероприятий и принятыми процессуальными решениями по ее делу, Ксения Салтанова направила полицейским менее чем за месяц до своей гибели. Однако, по словам матери, ответа так и не получила. Будучи сама юристом по образованию и по профессии, Ксения работала в юроотделе Сбербанка, она полагала, что полицейские даже не начинали искать ее машину. Может быть, поэтому ее мать не доверяет сыщикам, расследующим убийство самой Ксении. Между тем, следственные действия продолжаются. Как ранее сообщала пресс-служба СКР, в рамках уголовного отдела проведено 35 экспертиз, опрошено более тысячи человек, взяты материалы для установления ДНК едва ли не всех мужчин, проживающих в районе Уктуса. В последнее время район, где участковым предписано опросить живущих, расширился едва ли не на весь город. Так люди, живущие у железнодорожного вокзала Екатеринбурга, сообщали, что полицейские приходили к ним в квартиры, спрашивали наличие оружия, просили припомнить, где те были 25 августа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова